Мои хорошие, всем огромный привет! Вот она, пропащая Настя. Я надеюсь, вы не забыли, как я выгляжу, потому что я за это время вообще разучилась снимать. Это, наверное, самое долгое время, которое я не снимала. Было, потому что неделю там я не снимала. Это уже прошло две недели. Я прошу извинить меня за столь долгое отсутствие, потому что знаю, что тоже вы меня потеряли, что вы переживаете. Но вот как-то так, девчонки. Вот последний влог у меня был, получается, на Рождество, да, и было, наоборот, столько сил, как бы Новый год, новые силы. Наоборот, хотелось снимать побольше влогов. Но после того, как я сходила на скрининг, конечно, все мои планы изменились. Я даже вот не думала, что так будет. Немножко врач меня расстроила. Я даже поплакала в этот день, когда вот уже пришла домой после скрининга. Ну, по ходу вам все расскажу. Сейчас мне нужно будет приготовить покушать. Я вытащила мясо. Не знаю, не знаю, или тевтели сделать, или по-флотски. Сейчас быстро перекручу фарш. Ну, в общем, по ходу влога мы с вами еще увидимся. Так, я уже перекрутила фарш. Здесь у меня говядина и две небольшие луковицы. Эти овощи я почистила на зажарку пойдут. Вот, и здесь рис отварила. До полуготовности я всегда отвариваю. Хотя вот мама у меня никогда не варит рис, она добавляет сырой. Но я все-таки немножечко варю. Сейчас вот воду солью и добавлю сюда фарш. Добавлю немножечко специи, посолю. И будут у меня тевтели. Вот такие у меня получились тевтельки. Я сейчас их буду обваливать в муке и потом обжаривать на масле. Здесь у меня уже жарится зажарка. Я вот так вот крупно нарезаю овощи. Сами овощи мы не едим. Я их кладу просто для вкуса, потому что бульон я наливаю на гарнир, на сами тевтельки, чтобы бульончик такой вкусный был. А вот это, в принципе, у нас... Ну, я могу еще это поесть, но так в основном это никто у нас не ест. Вообще, когда Артура нет, я не обжариваю тевтели. Я прям вот так их кладу сюда на зажарку, заливаю водичкой и до готовности оставляю. Но вот Артур любит, когда тевтели обжарены. Они ему больше нравятся, поэтому буду обжаривать. Нужно хорошо, чтобы они обжарились сначала с одной стороны и потом уже переворачивать на другую сторону. Тевтельки залила уже водичкой, добавляю лавровый лист еще для вкуса и немножко посолила. И вот сверху три тевтели я их не обжаривала. Ну, для Софии, чтобы София покушала. Я могу тоже не обжаренные покушать. И вот так где-то они у меня минут 40 будут кипеть, бурлить, готовиться. Я сейчас хочу быстренько приготовить шарлотку. У меня были вот такие вот яблочки, они небольшие, но они такие вкусные, кисло-сладкие. И вот думаю, сделаю. Так, мне понадобится 4 яйца, 1 стакан сахара. Ну, здесь где-то 180 грамм сахара песка. Здесь у меня мука, тоже где-то 190 грамм муки. Я ее уже процедила и добавила 1 чайную ложку разрыхлителя сюда прям. И ванильный сахар. Буду выпекать вот в такой вот форме. Сейчас смажу ее сливочным маслом, нарежу сюда яблочки и миксер, потому что нужно хорошо все это взбить. Сейчас быстро приготовлю, духовку я уже включила. Так, смазала форму сливочным маслом, немножечко снизу посыпала сахаром просто. И вот так я прям нарезаю яблочки и на дно выкладываю. Красиво вот так. Сахар насыпаю, чтобы они такие, ну немножко как карамельные яблочки были сладенькие, потому что они кисло-сладкие у меня. Вот так вот у меня получается. Много я не кладу, и сверху немножко еще присыпаем сахарком. Так, разбила 4 яйца, немножечко щепотку соли добавляю и взбиваем где-то минуту. Так, минутку взбили, теперь высыпаем сахар. И добавляем немножко ванильного сахара, ну вот половину упаковочки, наверное, я добавлю. Будет достаточно. И теперь это прям хорошенько добила все взбиваем, ну где-то минут 10. Так, сейчас нам надо будет сюда всыпать нашу муку потихонечку, не все сразу. Я всегда делаю фиолетовые чашки, а фиолетовая чашка сейчас грязная, я вот в этой решила сделать, которая от миксера, она немножечко маловатая. Чуть-чуть всыпали и аккуратненько все это вот так вот перемешиваем. Надеюсь, я все хорошо сейчас помешаю. Вот видите, оно какое такое вот, хорошее такое, как пористое что ли получается масса вот этого. Вот, и так всю муку добавляем. Конечно, это маловатая чашка. Ладно, уже чтобы не пересыпать, как есть помешаем. Чтобы нигде у нас мука не осталась. Так, ну все, вроде бы хорошо помешало. Убираем, берем лопатку. Чтобы он ровненький такой у нас был. Так, все, лопатку убираем. И теперь вот так вот немножко его встряхнуть можно. Хорошо разошелся, все. Так, духовка у нас уже должна быть горячая. Я ставлю на 170 градусов на 40 минут. И потом зубочисткой можно будет проверить, чтобы все хорошо пропеклось. Ну все, еда у меня почти вся готова. Пирог вон 17 минут осталось. А фрикадельки я уже выключила. Сейчас вот гречка доварится. Просто Артур уехал ненадолго. Я думаю, чтобы он приехал. У меня все готово было, чтобы спокойной быть. Вот, в общем, девчонки, значит, где-то недели две назад я пошла на скрининг. Вот, я еще такая, знаете, снимала в этот день. Потому что у Артура не получилось прилететь. Я поехала одна и такая, ну, начала влог. Вот, такси вызвала, начала влог. Думаю, вас возьму как группу поддержки. Вот, пошла, значит. И помните, да, я вам говорила, что у меня вот сколько раз я хотела на УЗИ, у меня ставили тонус матки. То задние стенки, то передние стенки. И вот всегда как-то это по-разному было. А в этот раз я пришла, легла. Я, получается, кровь сдала на биохимический анализ. Сначала мне скрининг сделали, а потом кровь сдала. Поехала я на голодный желудок. Не есть, не пить нельзя. Вот, ну, в общем, она мне сказала, что у меня вот до этого тонус был. А сейчас она поставила диагноз гипертонус. И у меня, знаете, я вот вам объясню. Ну, вот, например, вот такая должна быть матка. Вот такой вот формы, круглый, да. Здесь, получается, посерединке плод. А у меня вот эта передняя стенка матки, она настолько сдавила, что плод вот здесь и плоду даже места нету. Вот двигаться настолько сильный. У меня был гипертонус, представляете? Она даже такая врач на меня смотрит. Она говорит, у вас ничего не болит, говорит. У вас ничто не беспокоит. А меня вообще ничего не беспокоило. Я без всяких спокойно шла. Я, наоборот, вот на Рождество, когда влог снимала, у меня же как-то состояние получше. Ну, я думаю, сейчас вот буду ходить, сейчас немножко ПП буду придерживаться. Как-то такие у меня мысли были. И тут она мне вот так говорит, что, ну, прям сильный гипертонус. Так-то, в принципе, все по самому плоду. Слава богу, все нормально. Все она мне показала, рассказала. Но вот этот момент... Она даже мне сказала, посоветуйтесь со своим врачом. Может быть, даже вас на сохранение стоит положить. А мне какое, девчонки, сохранение? У меня дети, да, я считаю, одна. И я, конечно, когда вышла, расстроилась. Вот и уже поэтому не стала дальше вам снимать. Я немножко расплакалась. Вот, приехала домой, вот, позвонила Артуру. Ему все рассказала так и так. Ну, и вот она мне сказала, девчонки, покой, покой и только покой. Вот, лежать. И вы знаете, что самое странное? У меня до этого ничего не болело, не беспокоило. Но как вот она мне это все показала, как она это все мне преподнесла, я настолько вот, видать, расстроилась. И у меня после этого стало действительно немножко побаливать не с живота, или это самовнушение какое-то. Потому что готовить-то все равно я готовлю, какие-то дела я делаю. И вот София тут ходит. И так получается, что, допустим, я постою, что-то приготовлю, ну, например, полчаса, час я стою, и у меня начинает как будто не с живота болеть. Я сразу стараюсь ложить, что-то сделала, ложусь. Где-то Миланку просила, Миланка там помогала. Ну, как-то вот так вот, девчонки, вот. Ну, почти две недели вот так вот я в лежачем... Скажи девочкам, всем привет, поздоровайся. Моя ученица, ну, пока я готовила, она вот здесь вот, мы поставили столик, она занималась, мы учим буквы сейчас, прописываю ей на тетрадке буквы, и вот она прописывает мне, да, подписали ей тетрадь. Да, а скоро, кстати, мне будет, мама, скоро будет пять лет. Скоро будет пять лет, она как моя ученица сейчас, да? Ну, в общем, вот так вот, девчонки. И, значит, вот все это время я лежала, ну, она там назначила мне свечи, если что, да, если вот будут какие-то боли, вот. И все время мне нужно было беречь себя, даже она сказала, даже сидеть лишний раз, ну, долго не нужно, потому что, когда сидишь, на матку тоже давит, вот только лежать, лежать, лежать и лежать. А потом, вроде бы, я повторно пошла уже на УЗИ посмотреть вообще, как там у меня дела. У меня стало лучше уже, ну-ка, дай-ка зайку покажу. Уже вот эта картина, то, что я вам показала, она немножко у меня матка приподнялась, то есть уже вместо плоду стало больше двигаться, но все равно она сказала, как бы, тонус все равно ставит лишний раз беречь себя. И вот, получается, я хотела выйти, как раз вот написала вам пост в Инстаграм, думала, все, завтра буду выходить. И тут на следующий день Артур прилетает, ну, не сказав нам, как бы, решил нам сюрприз сделать. У него такой небольшой отпуск, потому что вот на скрининг у него не получилось приехать, и вот он приехал чуть позже. И тут, получается, такие морозы. Девчонки, у нас вот неделю было очень холодно, где-то, наверное, вот минус 20, минус 22 температура держалась. А у него машина тоже, ну, здесь во дворе стояла, машину снегом засыпала. Так, сейчас я гречку потише сделаю. Вот, машину снегом засыпала, аккумулятор сел, он выехать не может, везде гололед. И вот неделю уже, девчонки, он дома постоянно, с нами, никуда вот не выходит. Так, вот на улицу с детьми, вот здесь во дворе я выхожу, иногда он с нами. Так, в основном дома. А если Артур дома, он на телефоне, он постоянно на телефоне, он хоть не работает, но он работает на телефоне. Поэтому вот как-то снимать, девчонки, вот урывками снимать, то, что готовить-то я все равно готовлю, да, сейчас вот это вот место, это кухня. Я там нахожусь большую часть, ну, в принципе, как и всегда. Вот, и как бы только снимать готовку тоже не хочется. Я вот думала, может быть, он уедет, но пока он здесь, и поэтому уже я вижу, что вы потеряли, я уже сама не могу. Переживаю тоже, вы знаете, да, всегда, когда сама пропадаю, я сама переживаю за это. Еще, девчонки, напишите мне, вот у меня, знаю, есть, да, беременяшки, девчонки, которые уже родили, у кого вот так был, вот такой вот гипертонус. Я вот хотя лежала, вот это время все, я тоже столько информации про это прочитала. Ну, кто как пишет. Ну, большинство девчонок, вот действительно, ложили на сохранение, вот при именно гипертонусе. Но вот я на сохранение не лежала, я лежала дома, и вот вроде бы сейчас девчонки более-менее получше. Ну, я вот продолжаю. Я три раза пила дюфастон, потом мы до двух раз сбавили. И вот когда гипертонус, мне еще раз сказали, продолжай три, по три раза пить. Я вот пью в 7 утра, в 3 дня и в 11 вечера ставлю будильник. И вот каждый раз у меня будильник звонит, я выпиваю дюфастон. Губы, девчонки, это у меня сейчас смотрю на себя, это кожу вот содрала. Губы сохнут, забываю бальзаму постоянно, бальзам наносить. И вот с утра сковырнула губу, надо хоть губы накрасить, чтобы более-менее вид было. Я что-то с утра пока туда-сюда, пока возилась. Да, дочь? Это моя красавица. Софейка дома, девчонки, сидит в садик, не ходит сейчас. Да, потому что он закрыт. Ну да. Вот, а Миланка ушла на дополнительные по выходным дням, она ходит на математику у нас, на дополнительные занятия. Ну, скоро уже должна прийти, да? Да. Вчера мы ходили на горки катались, у нас уже вот морозы прошли, сейчас немножко уже все потаивает. Вчера ходили, накатались они на этой ледзянке, на таких больших горках. София тоже любит у нас, накатались. Я с кидать полюбила. Да, с Миланкой, уже мокрые все, говорю, идемте домой. Нет, мамка, давай тоже кататься. Я говорю, да, мне сейчас только кататься. Вчера набесились, нагулялись, да? Вышли, так хорошо было, не холодно, погода хорошая была. А потом они-то носятся, бегают, катаются с горки, считай, подъем, опять спуск. А я потом уже немножко подмерзать начала. Я говорю, девчонки, пойдемте домой, говорю, да? Папа как раз пошел нашу машину откапывать. Вот вчера только, говорю, плюсовая температура стала, завел машину, хоть теперь вот может куда-то ездить. А до этого постоянно дома тоже, все дома, да? С одной стороны, хорошо, девчонки. Только едим и вот телевизор смотрим какие-нибудь фильмы, кушаем. И я говорю, я тоже хотела сама вот после Рождества на ПП. Какое ПП, девчонки? Вот только вчера, вчера пирожки я пекла с картошкой, с мясом. Вот сегодня шарлотку. И так каждый день что-нибудь вот к чаю или вот что-то такое мучное обязательно, чтобы было. С чем чай попить, да? Софии тоже шарлотка нравится, с яблоками хоть, но она кушает, да? Я сахарной пудрой еще ее посыпаю. Ну вот, девчонки, как-то так вот. Рассказала вам, знаете, и сразу мне так легче, потому что я переживаю тоже за свой канал. Ну, во-первых, когда ты не снимаешь, рейтинг канала тоже падает. От меня отписались даже. Ой, наверное, человек 30, наверное, отписались. Ну, видать, люди не знаю. Или то, что я вот не снимаю, или не знаю почему. И, конечно, все равно я переживаю. Потому что для меня либо снимать, либо вообще не снимать. Я думала сказать вам, что, девчонки, там месяц пока снимать не буду, чтобы вы тоже не ждали, да? Вот. Ну, и вроде бы, думаю, сейчас напишу, а вдруг будет время вот снимать, да? И как-то вот и не туда, и не сюда. Конечно, будем исправляться, да? Будем почаще снимать. Я просто, видите, короткие ролики тоже никогда не снимаю. А потом сама иногда думаю, почему я не снимаю короткие ролики? Ну, ладно, вышел ролик там на 13-15 минут. А мне как-то, знаете, кажется, мало информации, что-то как-то не то. И вот я не очень люблю такие. О, мой цветочек, мой лепесточек, моя рыбонька, мою счастьюшку, мои детки сладкие. Мама, спасибо, что написала мне в Инстаграм. Мне о нем, типа, там, как там, принцесса как-то. Покажу я вам, что я сейчас принимаю, потому что спрашивали, девчонки, пью вот для беременных специально фемибион. Я пью двойку, потому что у меня уже начался второй триместр. Вот здесь получается такая таблетка и капсула идет. Сейчас я вытащу. Вот розовая таблеточка и капсула. Утром я пью во время еды, их принимаю. Потом я пью йодомарин. Несмотря на то, что йод здесь тоже есть в этих витаминах, но все равно мне сказали йодомарин, принимай вот эти, продолжая принимать. 200, одну таблеточку я пью тоже во время еды. Но я не все сразу принимаю, а вот так вот. Ну сначала эти выпью, потом вот эти. Вот, и я сдавала общий анализ крови, общий анализ мочи. В общем, все анализы сдавала. У меня гемоглобин 100. Хотя я думала, что мне меньше будет. Ну видать то, что срок еще маленький, еще ребенок столько железа не забирает. А вообще у меня обычно 80 всегда гемоглобин бывает. И потом тоже вот в прошлую беременность я феррумлек пила, мне прописывали. В этот раз вот сорбифер прописали. Я их пью тоже одну таблеточку во время еды. Можно после еды пить. Вот, но единственное, знаете, вот после них у меня иногда бывает такое ощущение, что вот какая-то горечь, привкус железа прямо во рту. Я ощущаю, не очень приятный. Ну вот не всегда так бывает. Не знаю, отчего это, но я вот прямо их чувствую, как привкусом во рту. Ну вот не знаю, я сейчас их месяц, мне назначили на месяц. Месяц я их попью и потом буду повторно сдавать анализ крови. Посмотрим, как у меня будет. Поднимется у меня гемоглобин. Нет. Вот, и дюфастон пью. Дюфастон вот мне надо будет купить. 4 таблетки у меня осталось. Дюфастон тоже, девчонки, не дешевый, блин. А вот 28 таблеток стоят 900 рублей. И вот постоянно я их покупаю по 3 таблетки. Я пью. У нас здесь просто в доме есть аптека, поэтому я заранее не беру. Знаю, что здесь спустился. Всегда они есть. Ну вот такие, девчонки, витаминки я сейчас принимаю. Больше не пью ничего. Вот показываю вам свою шарлотку или пирог с яблоками. Вот так я выпекаю, потом переворачиваю его и немножечко посыпаю сахарной пудрой. С чаем, девчонки, прям самое то. Вот вечером мы чай заварим. Вот так приготовлю. И вот половина пирога у нас, как и не было, улетает у нас. Вот такая красота. У нас уже вечер, мы уже все покушали, накормила всех. И сейчас хочу снять макияж, сделаю уход. И надо губы мне в первую очередь намазать. Вот такая, девчонки, у меня есть ночная маска для губ. Очень-очень хорошая. Очень хорошо она прям питает губки. И вот если на ночь мазать ее, прям губки будут красивыми, да, такими. Но я вот забываю, девчонки, забываю. Вот здесь лежит и все равно. У меня иногда Милана ей тоже мажется, иногда или в шкаф уберет. И вот забываю. Сейчас прям вот сюда положу, помажу. Я вообще вот за это время, вот сколько я вот лежала, да, пока вообще девчонки за собой не ухаживала. Даже в прошлом влоге вы мне написали, Настя, вот такие волосы сухие. Даже рекомендации мне дали. Девчонки, конечно, будут сухие. Но вы представляете, я постоянно лежу, вот волосы скатываются, да. И я ничего сейчас не делаю, никакие маски. Вот когда я все-таки маски наношу, вот на полчаса дома хожу, то эффект сразу видно. Волосы, сразу состояние волос лучше становится. У меня вот филеры лежат, наверное, штук 6 ампул остались. Вот надо будет сейчас заняться собой, поделать немножечко масочки. У меня, кстати, в прошлый, последний раз я заказывала маски на Белорис. Девчонки, показывала вам вот эти вот от Тиана, омолаживающие, альгинатные. Очень хорошие были на них отзывы. Я вот еще даже не пробовала, как тогда, что я получила вот эту посылку от Белорис. И у меня начался токсикоз. Здесь получается вот 5 вот таких вот упаковочек. Если что, завтра с утра. Я вечером не люблю маски делать, вот не знаю. Никогда, очень-очень редко бывает, чтобы я вечером делала маски. Мне вот нравится с утра. С утра проснулся, как-то сделал масочку, и сразу у тебя свеженький такой вид. Поэтому вот если что, завтра вместе с вами сделаем эту альгинатную маску. И вы знаете, вот хоть мне многие тоже писали, что Настя, там, даже несмотря на то, что уход, да, за собой, там, патчи, маски, постоянные вот эти вот пилинги, да, очищение кожи. Ну, то есть правильный уход, все равно это, ну, не будет кожа хорошая, это все-таки гены, да. Но я вам скажу так, девчонки, даже вот сколько получается, ну, месяц, да, вот у меня вот это состояние было, за собой не ухаживала. Так вот прям вот иду. Нет, уход вечерний я наносила. Ну, вот маски какие-то, даже скрабы, ни пилинги, ничего я особо не делала. Вот, и по коже лица сразу видно, девчонки. Вот сразу видно. Все-таки, когда ухаживаешь за собой, это большая разница. Поэтому, девчонки, не пренебрегайте этим, не ленитесь. Ухаживать за собой нужно. И вот я говорю, сейчас вот более-менее уже я так, можно мне хоть ходить, даже выходить можно сейчас спокойно. Так что вот будем ухаживать за собой. Сейчас быстренько смою макияж. Макияж я снимаю, девчонки, вы знаете, у меня вот такая вот сейчас двухфазная жидкость от Фаберлик. Неплохая, смывает хорошо, мне нравится. Тоже, видите, чуть-чуть осталось. И моя любимая от Эвелин, девчонки, я ее обожаю, вот эту мицеллярку. Ее даже я видела в Инстаграм, по составу сравнивают с Биодермой. И по составу они идентичные. И вот прям мне очень нравится. Именно вот есть цветочная, а вот именно гиалуроновая вот эта мицеллярка от Эвелин, я ее просто обожаю. Она у меня тоже, я ее недавно открыла, тоже на Белорис заказывала. Надолго мне ее и хватает. И прям вот очень нравится. Смывать буду вот этими двумя штучками, двумя очищающими средствами. Сейчас возьму два диска. А, не сказала, девчонки, самое главное, думаю, сейчас скажу. По поводу пола, ребенка, девчонки, я написала вам пост, что вам все расскажу. И вот все рассказывала и не сказала. Девчонки, на первом скрининге нам сказали, что у нас будет мальчик. Прямо сказала, мальчик. Но, опять же, не знаю, да, если вот когда я читала комментарии, девчонки многие писали, что на первом скрининге ошибаются часто. И вот у меня сама врач-гинеколог есть, который вот меня наблюдает сейчас. Она мне тоже сказала, что Настя, во-первых, говорит, часто бывает ошибаются. Во-вторых, в основном на первом скрининге они все мальчики. Потому что у них есть хорион. И вот хорион они путают в основном, говорят, мальчик. А потом бывает так, что на втором скрининге, да, бывает, что девочка там, например, да. Поэтому не знаю. Конечно, Артур рад. Я ему когда сказала, что сказали мальчику, он рад. Мама у меня очень рада, потому что у нас вот, ну, как бы, ближайшие наши родственники, родственники, кто рядом с нами, у нас девочек нет. У нас всегда бабский батальон и мальчиков. И у меня даже мама, вот она говорит, Настя, вот честно тебе сказать, конечно, если бы ты сказала девочка, я бы тоже была рада. Но так как я рада мальчику, говорит, вот врать, говорит, даже не буду. Я прям вот очень, наконец-то у нас будет мальчишка, говорит, пацан. Ну, в общем, не знаю, девчонки, опять же, да, верить или нет. Допустим, у меня вот с Миланкой, когда Милане делали УЗИ-скрининг, мне, она прятала, прятала ножками. Но говорили, что кажется, что девочка, но 100% не давали. Девочка родилась. Когда София была беременна, на первом скрининге в 12 недель, я хорошо помню, у нас был очень хороший врач-узист. Она тоже сказала, девочка, говорит, ну, на 70%, все-таки, говорит, 100 давать не буду, но кажется, что девочка. Ну, и как бы получилось, что девочка. Сейчас не знаю, конечно, вот буду ждать второго скрининга. Она мне сказала, что мне в 18 недель, а в 20 я приходила. Говорит, 20 лучше всего смотреть, уже все органы, говорит, все хорошо будет видно. Поэтому вот я пойду в 20 недель и потом посмотрим, подтвердится пол или нет. Потому что многие мне писали, да, что Настя там кто 100% девочка, кто 100% мальчик. Мне самой даже было интересно. Вот, но у меня нет такого. У меня мальчик, девочка, лишь бы здоровый ребеночек был. И, как говорится, все, да. Остальное не важно. Ну, вот на первом скрининге сказали, что мальчишка у нас будет. Смыла, девчонки, я уже макияж. Нанесла масочку для губ. Все никак не могу закончить влог. То Артур меня зовет, то дети меня отвлекают. И не могу с вами попрощаться. Я буду стараться снимать, девчонки, по возможности. Но уже так надолго пропадать точно не буду на 2 недели. Это был у меня первый раз. Надеюсь, и последний. Сейчас уже, ну, ходить не можно. Завтра вот я планирую пойти. Мне нужно, у меня вот сейчас даже смывало макияж в ватные диски. Там штуки 4 осталось. У меня порошка нет. Ладно, ватные диски порошка у меня там вот прям по чуть-чуть сыплю уже, экономлю. Потом тряпки, вот пакеты для мусора. Вот такие расходники всегда я сама покупаю. А я уже давно не выходила. Там когда продукты, там молоко, хлеб, да, там картошку, я могу Артуру сказать купи. А вот такие расходники он как-то у меня не покупает. В основном всегда я покупаю. Поэтому завтра, наверное, пойду в магазин. Надо будет купить это все. Потому что Артур меня позвоню, ему заберет. Но если не заберет, приеду на такси. Вот даже когда его не было, девчонки, мне поднимать тяжелое нельзя. Я если куда-то в магазин захожу, и там у меня уже где-то там 2 килограмма уже, я звоню Миланке, она спускается, забирает пакет. Ну, потому что все-таки тонус такое дело. Поэтому, мои хорошие, заканчиваю. Увидимся с вами в следующем видео. Всех вас очень сильно люблю. Целую и всем пока-пока.